Друзья, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео я вам расскажу о своих обновках, а точнее о том, что мне пришлось купить ради качественного контента и качественных стримов. Да, как вы видите, потихоньку, но канал все-таки растет. Кстати, ребят, большое вам спасибо за поддержку. И смотря на все это, мне уже хочется делать действительно качественный контент, стримы и тому подобное. Старая аппаратура хоть и позволяла мне это все делать, но, к сожалению, не так легко, как вы все думаете. Практически 300 видосов я делал на старом ПК, который рендерил 5-минутный видос около часа, а то и двух. Со всеми лагами, багами, вылетами, вы просто не представляете, через что я прошел. Да, бывало такое, что я один видос сделал 2-3 раза, потому что там что-то слетало, не сохранялся проекты и так далее. Ну, потому что просто комп слабый был и он глючил, это вообще жопа была. О стримах я вообще молчу, я всегда сидел и дрожал, не слетит ли у меня какой-либо стрим, поскольку статус трансляции всегда менялся от среднего к худшему. И в нормальном, я всегда смотрел на статус. Игровые стримы он не вывозил вообще. А те видосы про УАЗ, про Офифу, про арену героев я рендерил вообще 7 часов, вы просто представляете, 7 часов просто рендеринг. В общем, я не так давно, но все-таки решил рискнуть и вложиться в покупку новых устройств. Я купил микрофон, веб-камеру, внешнюю карту захвата для записи и сам ПК. По ходу видео я расскажу обо всем понемногу, о плюсах, минусах и так далее. Да, и не думайте, что купив классное оборудование, у вас все будет в шоколаде, нет, это всего лишь так кажется. При наличии хорошей аппаратуры все равно придется поломать голову, поверьте. Начнем с ПК. Обошелся он мне где-то в 50 кусков, ссылку на конфигурацию я оставлю в комментариях. О том, что у меня внутри, я, к сожалению, подробно рассказывать не буду, поскольку я в этом не шарю, и вы просто можете сами наглядно посмотреть, что у меня внутри при помощи ссылки конфигурации. И вообще, мне, по сути, комп собирали мои друзья. Один Илюха, который Виджил, которым я недавно отправлял Xbox, он мне, по сути, подбирал комплектующие под мои требования. А второй, который Антон, но он оказался в нужный момент в нужное время и, по сути, собрал мне комп. Если что, Антон вообще с Хабаровска, а Хабаровск находится за 7000 километров от Москвы. Ну, прикиньте, да, какое совпадение? В общем, друганы мне капец, как помогли с компом, ребята, большое вам спасибо. Пока мне нужно было только для рендеринга и тупо для стримов. Играть на ПК я не планировал и не планирую, поскольку у меня все-таки есть игровая консоль. Комп я собрал чисто, так скажем, для контента, для работы. Если вдруг в комментариях найдутся умники по типу конфигурации, типа, ой, надо было взять то, надо было оперативочки прибавить, а что такую видеокарту слабую взял, ребят, идите в задницу. Тот комп, который у меня сейчас, у меня устраивает капец как по всем фронтам. Ни больше, ни меньше мне не нужен. Мне собрали чисто комп под мои требования. Все. Поэтому, в принципе, какие-то советы по компу сейчас, они будут лишние. Вы, кстати, просто не представляете мое чувство, когда я запустил комп и сделал свой первый видос на новом компе. Без лаков, без вылетов, без всего. Я просто офигел, что такое вообще возможно. Но сами понимаете, когда делаешь 300 видосов, по сути, на коленках, это вам не хухры-мухры. Кстати, ребят, если поддержите лайкусиком этот видос за мои старания, будет очень приятно. В общем, компом я капец как доволен, поскольку он идеально подходит под мои требования. Помимо ПК, я купил себе веб-камеру. Старая веб-камера у меня вообще тянула в 720p без фокуса. И считаю, все-таки она была офигенным вариантом на то время, поскольку она стоила очень дешево, там 1500 рублей, если не ошибаюсь. А новая камера Logitech 2920s мне обошлась в 6000 рублей. Камера классно имеет, автофокус идет в 1080p и 30 fps. Мне этого капец, как сейчас достаточно. Достаточно удобный крепеж и имеется резьба под штатив, что мне не хватало в старой камере. Но так как я знал заранее, что в веб-ках не очень хороший микрофон, я себе купил отдельный микрофон. Купил я себе вот такой вот микрофон, Blue, Snowball. Вообще, данный микро нашел, кстати, Vigil. Он себе заказал этот микрофон, будучи в армии, а мы на стриме E3 2019, грубо говоря, его протестили. И он мне тогда очень понравился. И понравился он мне тем, что он не требует звуковой карты. Он просто подключается по USB-шнику к компу и пишется звук. И качество звука просто офигенное. Вот так вот микрофон выглядит, вот такая вот тренога у него в комплекте и обошелся этот микрофон мне в 6000 рублей. Но, блин, ребят, на самом деле я очень доволен покупкой, поскольку микрофон реально классный. Он имеет, по-моему, три режима записи и офигенный. Единственное, может он как-то выглядит странно, может быть не очень красиво, но по функционалу, поверьте, он классный. И особенно за ту стоимость, по которой ее продают. И для всего этого я купил внешнюю карту видеозахвата. Называется она Avermedia Live Game Portable 2+. Она способна записывать 4К и 60 FPS. Я думаю, что ее хватит даже и на следующие поколения. Я всегда, кстати, о ней мечтал. Она очень классно выглядит и все очень удобно. Чтобы там записывать, просто нажали кнопку, которую сверху, и запись идет. Либо на флешку, либо на ПК. Насчет записи вроде все окей, но не спешите прям так радоваться. А в ней есть кое-какая загвоздка, о которой мало кто говорит. Чтобы писать звук игры, вам нужно через AUPS подключить геймпад к карте захвата. Если что, AUPS есть в комплекте. И чтобы слышать звук игры, вам нужно встыкнуть наушники либо раздвоитель в геймпад, либо же в саму карту захвата. Кстати, насчет того, как она подключается. У нее есть два разъема. Один на вход, другой на выход. Вход это консоль, а на выход она присоединяется к телеку. Если что, изображение у вас все равно на телевизоре, не на мониторе. На мониторе вы видите изображение только лишь за счет вот этого USB-шника. Он подключается к USB 3.0 и, так скажем, через сторонние программы, через OBS, через родную программу, вы можете изображение увидеть там. По факту, исходник у вас все равно остается на тереке. Самая проблема данной системы – это стримы. Кстати, ПК я собрал именно из-за карты захвата, поскольку старый комп у меня тупо ее не вытянет, а если что, она требовательная. Поэтому, если у вас вдруг слабый ПК, то сначала лучше соберите комп, а потом уже купите внешнюю карту видеозахвата, поскольку у вас старый комп, тупо ее может не вытянуть. И да, если у вас заранее нет удобного игрового уголка, то вы будете сидеть на черту коленках, чтобы не запутаться во всех этих шнурах и чтобы во время игры успевать еще следить за чатом. Вот так вот приблизительно выглядит это со стороны, да? Оценили, сколько проводов. Веб-камера, микрофон. Если что, кстати, звук игры я слушаю через наушники, не через телек, поскольку если я буду слушать через телек, на стриме это будет двоиться, потому что микрофон стоит здесь. Самая-самая проблема этой всей системы заключается в том, что тяжеловато разделить весь этот звук. А именно звук чата, звук игры и звук микрофона, поскольку они будут идти из разных трех источников. Если будут идти с одного источника, то это еще геморнее это все настроить. А проблема более-менее решается, если у вас есть геймерская гарнитура и, по сути, вы общаетесь и слышите звук игры через нее. Но, к сожалению, у меня в данный момент нет игровой гарнитуры, пока есть просто микрофон и просто наушниками. Просто данный микрофон, который я вам показал, подключается через USB и он не подходит в эту карту видеозахвата, поскольку она имеет разъем под обычные наушники. Я же для того, чтобы более-менее все разделить и для того, чтобы на стриме было все слышно, делаю так. В геймпад, как положено, я ставлю АУПС карту захвата. Если что, кстати, если вы вдруг стримите через ОБС, то, в принципе, АУПС вам не нужен. А микрофон и наушники я вставляю в ПК и команду создаю именно на ПК. Зачем я это делаю? Первое, чтобы слушать игру и чат в наушниках. Второе, чтобы на стриме это можно было легко разделить. И чтобы на стриме можно было подкорректировать мой звук, звук микрофона, звук чата и звук игры. Поскольку, если вы абсолютно все сунете в карту и будете стримить через обычный ОБС, то это будет немножко гейморно все это разделить. Да, существует родная программа, но на нее не хочу переходить, поскольку я к ОБС уже привык и делаю все на ней. На родной проге я лишь записываю геймплей, не более. Как это все настраивать, я рассказывать, к сожалению, не буду, поскольку в интернете есть много всяких гайдов. Если у вас что-то не получаете, лучше посмотрите их. Также, чтобы палить за донатами и за качеством трансляции, я вот этот вот моник разворачиваю вот сюда. Чтобы, так скажем, я отсюда мог смотреть. Также, если вы можете заметить, то у меня здесь всегда стоит штатив с телефоном для того, чтобы палить чат. Если что, я сижу где-то вот здесь, практически вплотную к телеку и палю чат, который вы пишете, и я отвечаю на ваши вопросы. Это на самом деле очень тяжеловато, и когда приходит там, например, какое-то сообщение, я вот так вот иногда метаюсь и смотрю туда. И слежу за качеством трансляции. Поэтому, если вы вдруг будете, так скажем, планируете стримить, то лучше изначально, заранее готовьте себе игровой уголок. Чтобы, чтобы у вас не было вот этой вот всей херни. Потому что, вот это, опс, тянется сюда, поскольку я сижу здесь. Наушники тоже тянутся сюда, они подключены вообще к ПК. То есть, вот, как бы, сами видите, насколько это немножко геморно. Насчет моника. Многие скажут, да купи ты себе моник, это же доисторический моник. Ребят, он мне нравится. И меня он устраивает вот так, поскольку я не играю на комбе, я лишь там работаю. И да, я как бы задумался о покупке нового монитора, с покупкой нового ПК. Но мне просто оптимальные моники не подойдут под мой стол. А что-то здесь менять я не хочу. Поскольку уйдет много книжек, много дисков, я не знаю, куда это все девать. У меня место очень ограничено. Также хотел бы дать совет начинающим стримерам. У меня очень много народа пишет, типа, чувак, куда стримить там и так далее. Если вы хотите стримить и пытаетесь это все делать через коленку, я не знаю, через какие-то специальные сервисы. Там подключать левым способом донаты. Ребят, вы все равно не добьетесь такого качества, которое обеспечит вам карта внешнего захвата и ПК. И если вы задумываетесь как-то стримить, то лучше все-таки задумайтесь о покупке нужного оборудования. И перед тем, как вы задумаетесь о покупке нужного оборудования, продумайте ваш игровой уголок. Это очень важно. Потому что если вы вдруг не продумаете, то это будет реальная жопа. Вы будете тупо сидеть в шнурах, как я. Поэтому продумайте не только комплектующий, но еще и игровой уголок. Он очень важен. По-любому вам надо будет следить за чатом, по-любому вам нужен будет второй моник для того, чтобы там играть на нем. Вебка, микрофон, все эти шнуры нужно будет распределить. Да даже простой свет вам тоже так же нужен. Вот у меня света нет, я просто не знаю, куда его поставить, потому что у меня здесь ничего не распланировано. Так как место у меня капец как ограничено. Я просто не знаю, куда ставить эти все светильники. В целом, покупкой я капец как доволен. Теперь очень рад, что я не делаю видосы на коленке. И очень рад, что я теперь могу проводить стримы на любую стриминговую платформу. Со всеми донатами, комментариями, анимациями и тому подобным вещами. Кстати, планирую стримить и на Миксер, и на Ютуб. Но почему-то больше в последнее время склоняюсь все-таки стримить на Миксер. Поскольку Ютуб я хочу оставить только для видеоконтента. Там нарезки может быть со стримов, летсплеи и тому подобное. А Миксер чисто для стримов. Поэтому буду очень рад, если вы поддержите мой Миксер канал. Ссылочку на него я оставлю в комментариях. Поэтому подписывайтесь, друзья. Также буду очень рад, если вы продолжите поддерживать мой канал лайкусиками, подписками. Ну и просто поддерживать мое творчество. И надеюсь, что я не зря все-таки купил данное устройство. И в скором времени канал будет становиться все больше и больше. Ребята, еще раз спасибо вам за поддержку. На этом у меня все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также в комментариях напишите, мало ли кто-то из вас тоже стримит. Как ваш первый опыт, какую аппаратуру покупали и так далее. И пишите ваши вопросы по поводу всей этой системы. Мало ли что-то подскажу. На этом у меня точно все. Большое спасибо вам за просмотр, друзья. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok